Глава региона Андрей Травников регулярно бывает на стройплощадке многофункциональной ледовой арены. Ведь решение было принято на уровне правительства Новосибирской области. Несмотря на отмену международных соревнований, которые должны были здесь стартовать, возведение объекта все равно закончить в срок. И похоже, все к тому и идет. На основной арене две недели назад завершена заливка бетонной плиты и специалисты приступили к монтажу охлаждающих трубок. Это основной элемент качественного льда в будущем. Ну а снаружи приступили к важному элементу работы, к благоустройству. Это стало возможным благодаря тому, что зимой удалось хорошо поработать, проделать большой объем, в том числе и по укладке различных сетей коммуникаций. Так как в этом месте вообще ничего не было, кроме запущенной зеленой зоны, то все пришлось сделать с нуля. И теперь главное не потерять заданный высокий темп. Сегодня уже организации, которые будут заниматься благоустройством, готовят подушку для первой карты асфальта. То есть, по сути дела, приступили к благоустройству большой территории вокруг новой ледовой арены. Со всеми подрядчиками договорились, что работы будут продолжены и в выходные праздничные дни. Будет только два выходных, 1 и 9 мая. Парк-арена, который уже начал обретать конкретные ландшафтные очертания, находится в довольно высокой степени готовности. Но работ здесь еще много. Так что к дню города подрядчик закончить их не успеет. Но и особых проблем, которые могут повлиять на сроки сдачи этой территории отдыха, специалисты тоже не видят. Даже наоборот. К примеру, сохранив крупные деревья, такие как белый тополь, удалось получить похвалу от орнитологов. Ведь на большой высоте любят строить гнезда крупные пернатые хищники. Вот здесь вот конюка наблюдали пара, но сейчас я их не вижу, но вижу очень много коршунов. И вот здесь гнезда есть. Понятно почему, потому что опи рядом. Рыба, да. Да, и рыба, и естественно они все это подбирают. И экологи, орнитологи находили гнездо орлана-белохвоста, который занесен в Красную книгу, но он располагается уже там, вот этот вот лесной массив, вот там. А чтобы орлана-белохвостова привлечь в парк, есть идея соорудить для этих птиц искусственные гнезда. Оценят ли краснокнижные пернатые такую заботу о них, узнаем после сдачи парка Арена в эксплуатацию.